Приветствую вас, друзья, уважаемые друзья-подписчики. Сегодня я продолжаю тему полива и ветра. Я более внимательно рассмотрел эту ситуацию с Павловни около этого мемориала. И вот что здесь обнаружилось. Дуб посажен, уже видите, какой крепкий, хороший, ни болезни, ничего на нем. Не видно. Так, будем, чтобы не было против солнца. Хороший, замечательный. Желуди пошли, только первый раз увидел. Не, ну какая-то гадость, конечно, есть там. Вот какие-то болезни есть, если присмотреться. Но это, наверное, нормальная вещь. 6-7 лет назад где-то посажен, а тис даже раньше посажен. Сосны где-то одновременно с тисом посажены. Ну, сосны слабенькие. Они в не очень удачном здесь месте. И они уже приспособились. У них полив был. Все, как они приспособились. Более позднее здесь были посажены кунингами. Видим, какая она слабенькая. Какая она вся покрученная. Вот она начала где-то уже отбиваться. Колючая, да. С корня начала отбиваться. Вот. Хотя здесь стала выравниваться. И, ну, живая такая катальпа. Вот. В этом году хорошо стала расти. Но видим, что она, ну, явно подгорела. Хотя в июле, да, были там где-то две, может быть, даже три недели без дождей, ветры. Ну, вот дожди-то все-таки были. И дожди очень хорошие были. А здесь вот такой кустик, который, ну, вообще, то есть, я не знаю его название. Ну, да, он так живой. Но вот он так неожиданно раз подошел, раз подгорел. Сад большой. И за всем просто не уследишь. А тут вдруг сегодня смотрю, вот такое дело. И вот это павловния, которая, ну, так подняла. Все, пошли дожди, поливы, все было хорошо. Но вот сейчас она снова опустила уши. Эти сорняки я оставил специально, чтобы посмотреть для какого-то колорита. Вот. Ну, здесь что? С стороны северо-восточной и восточной на северную и на юго-западную сторону. Практически такой сквозняк. И вот сейчас, когда началось снова ветра, сильное ветра до 12-15 метров в секунду. Ну, и температура тоже до 34-35 градусов. Я решил, надо срочно полить снова павловню и некоторые ослабленные растения.